Всем привет! Сегодня у нас распаковка товаров для дома, очень интересных и очень неинтересных, и тех, и тех. Какие у нас товары для дома? Интересные или нет? Полезные, бесполезные, нужные, ненужные? Полезные. В общем, целая куча хлам, около 30 единиц, значит, часть из них находится в этой помятой коробке. Судя по внешнему виду, на ней почта Китая и почта наша тренировались перед распродажей 11.11, не швыряли, топтали и тому подобное. А вторая посылка, конечно, выглядит немного получше, потому что она была просто в обычном целлофановом пакете. Давайте мы, наверное, начнём с этой вот ужасной посылки. Как я говорил, товаров довольно-таки много, и что именно, в какой из посылок я не помню. Но половина, наверное, в этой, а половина, наверное, в той. Ну, так, логично будет. Вскрывай её. Да. Главное, ничего не порезать, потому что там силиконовые формы всякие разные, чтобы их не повредить. Ой, как смешно. Это я его просто обгрыз, а не порезал. Это разные вещи. Вау. Ну, конечно, упаковка у продавца на 5 с плюсом, по-моему. Это просто вообще какой-то жесть. Кошмар, упаковка, это нечто. То есть у нас просто целая куча... Как это всё запихивалось. Ужас. Это просто, по-моему, самый адовый анбоксинг. Знаете, тут даже просто тупо... Это что? Это тот самый момент, когда товар, он с одной стороны, он товар, а для других товаров он, в свою очередь, упаковочный материал. То есть у нас один товар упаковали в другой товар, это всё упаковали в одну большую коробку и всё. Зато оно всё яркое. Тут даже нет смысла, по-моему, брать и доставать что-то по одному. Тут просто вот так вот высыпается это всё. И, о чудо, собственно, он как-то так. Я даже не знаю, как на это снимать обзоров, на эту кучу. Давай просто высыпем ещё из второго пакета всю кучу, а потом сдвинем и будем брать из кучи по одному товар. Ну, я нашла прикольную штучку. Нет, ничего не ложи, всё, всё. Вы этого ничего не видели ещё, сейчас, секунду. Так, второй пакет. Аккуратненько вскрываем. Именно кто любит анбоксинги, вот для вас, по-моему, это первая часть видео. Так это вода, конденсат. Ну, ладно. Какие-то с линями нужно накапать. С линями, да. Освободил кусок стола. Сейчас мы это всё дело сдвинем и будем обозревать по одному, так сказать, экземпляру. Итак, первый товар в нашей посылке это, что это такое? Штамп для бургеров. Я знаю, что это штука для того, чтобы делать котлеты для бургеров. Из фарша делаются котлеты для бургеров. Да, то есть складывается сюда фарш, прессуется это всё дело и получается котлета для бургера, которую потом можно жарить. Эта форма не для жарки, это именно для штамповки, чтобы получались одинаковые красивые котлетки. Я не знаю, это даже, это уже не распаковка, это просто мы рассказываем, что мы купили на Алиэкспресс, получается. Распаковка была минуту назад. Где же следующий бенфер? Что это такое? Это? О, я знаю, это классная штука. Мы их заказывали несколько, по-моему, три их должно быть. Значит, это... Потрогай, какое оно жирное. Это оно не жирное. А что это за материал? Это оно покрыто такое. Чем? Ну да, действительно как бы жирное. То есть силикончик. Смотрите, руки блестят. Силикончик в гадости. Он очень вонючий. Фу, в мире запахнет. Очень, очень воняет. Это специальные кармашки, которые можно цеплять на кран и, например, кидать в них какую-нибудь губку, чтобы вода с нее стекала. Такой своеобразный органайзер для ванны и для кухни. Все, давай следующий товар. Так, ну это небольшие органайзеры для какой-то мелочевки. Давай посмотрим, в ком они стоят. Мы их уже когда-то заказывали на Алиэкспрессе, по-моему. И, в принципе, их же можно купить в наших магазинах, но цена, честно говоря, не отличается. Обычный пластик, то есть можно регулировать размеры ячеек, скажем так. Кстати, очень удобно. С помощью этих перегородок складывать какую-то мелочевку, чтобы она не терялась и не болталась по квартире. В принципе, штуки удобные. О, это классная фигня. Шоколадный алфавит, так сказать, фона. Когда вывернуто, выглядит просто отвратительно. Значит, это силиконовая форма для букв. Шоколадный букв. Назвал правильно букв, можешь съесть? Нет, не обязательно. Можно просто съесть букв. Следующий товар. Довольно-таки интересный винный штопор. Он работает по принципу насоса. То есть вы его заталкиваете в бутылку, он пробивает пробку. Тут, как обычно, игла идет. И с помощью этого насоса, грубо говоря, вы накачиваете бутылку воздухом, и пробка выходит под давлением. То есть она потихоньку-потихоньку давление выталкивает пробку из бутылки. Очень такой простой штопор для домашнего использования. Ну, я имею в виду, если человек не может вытащить крышку, выдернуть. То есть усилия физически не нужны. То есть даже, извините меня, 16-летняя девочка, которая будет грустить, сидеть перед окном, она сможет открыть бутылочку винишка. Давай следующий товар. О, чайный, да, давай два. Кстати, работа под давлением из серии, да, у нас сейчас прошла. Значит, сюда засыпается заварка. И чем мне понравилась эта штука, это такой френч-пресс для нищих получается. То есть вы складываете сюда заварку, закрываете, оно немного заваривается. Вот, а потом вы просто закрываете, и тут такой клапан. Жик, придавливается заварка. И, ну, френч-пресс для нищих, короче. Такой бюджетный вариант, можно на работу кинуть. Ну, не в том плане, что фронт-пресс для нищих, а в том плане, что бюджетненький вариант, и не нужно это здоровое устройство. Это многофункциональное приспособление. Смотрите, во-первых, это прихватки для горячего. Серьезно. То есть с помощью них можно брать, доставать что-то горячее. Ну, это такой вариант, не очень, в принципе, прикольный. Основное назначение этого девайса, вы просто кладете его в руку, и можно чистить картошку потрогой. Видишь, оно обдирает, получается, верхний слой этой картошки, и, в принципе, довольно-таки неплохая штука. Да, надо будет тоже попробовать. О! Слушай, принеси, пожалуйста, зубную пасту. У нас там есть такая почти до конца уже домученная-замученная. Мы хоронили просто эту зубную пасту, чтобы... Ну, вот, да. Это паста, которая никогда не заканчивается, по-моему. Она до сих пор еще не закончилась. Все довольно-таки просто. Устанавливаете пасту в этот кружочек и крутите. Я вижу внутри зубную пасту, но она уже по форме просто не выдавливается. Видишь, какая беда. Эксперимент не совсем удался. Ну, блин, мне можно додавить еще, по-моему. Додавили. Вот, там еще есть зубная паста. Ну, то есть, да, зубная паста никогда не заканчивается. Давай, следующий, следующий, следующий. Это что? Адская лопатка. Это многофункциональная адская лопатка. Это штопор, во-первых. Только у меня такое почему-то есть ощущение, что если вот просто попытаться открыть с помощью этого штопора винишко, то он просто вырвется. Ну, потому что тут все-таки пластик. Нет, тут металлическое крепление. Может быть, и выдержит, но надолго его не хватит. Но зато можно обычные бутылки открывать. Хотя, какой-то, мне кажется, не совсем совместимый прибор. Лопатка для... Ну, почему брать с собой в какой-нибудь а-ля поход? Ну, а зачем? Это скорее какой-то более дачный вариант. Для дачи такая штука более прикольная, но для кухни, ну, такое себе решение, мне кажется. Веник вычищать грязь с этих межоконных, так сказать, проемов, например. Ну, и, в принципе, везде, где можно. Понятно, тут на доступных местах. Ну, типа того, да. Все, видишь, в одном этом самом-то, кстати, флаконе складывается. Интересная вещь. Ну, мне кажется, вообще бесполезная вещь. О, это штуки для пакетов. Давай нам пакет. Мы сейчас, кстати, будем демонстрировать, да. Представьте, что вы открыли какой-то пакет на кухне со снеками, с рисом или с гречей, не знаю, да. И чтобы из него ничего не высыпалось и в нем не завелись никакие паразиты, этот пакет можно закрыть с помощью такого вот фиксатора. Многоразовые, удобные штуки. Мы заказали несколько для того, чтобы можно было какие-нибудь, опять же, упаковки со снеками либо крупами закрывать и не пересыпать их никуда. Я не знаю, зачем я это купил, как и большинство, это вот из тех, из ненужных, так сказать, товаров. Как оно было описано на Алиэкспрессе? Рис-плесень, по-моему, что-то такое. Ну, вот какое отношение к рису и Алиэкспрессу. Ну, там перевод какой-то. Суть в чем, вы с помощью маленькой лопаточки засыпаете сюда рисик, закрываете эту штуку, а потом так вот трясете, и у вас получаются прикольные рисовые шарики. Ну, судя по тому, что тут нарисованы рожицы каких-то мишек, то это для того, чтобы детей кормить прикольными рисовыми шариками. Кстати, тефтели, может быть, и можно ими делать, катать таким образом. Кстати, да, ты знаешь, очень хорошая идея для тефтелей. Маленькие тефтельки вот так вот брать, и оно сбивается, то есть оно бьется об каждую из сторон, и получается круглая тефтелька. Это, по-моему, первая силиконовая вещь, которая у неё не эта самая, не жирная. Значит, это форма колба для растопки шоколада в микроволновке. Сюда вы засыпаете просто шоколад, закрываете его, это всё дело крышкой, насколько я понимаю, и ставите в микроволновку. Не знаю, насколько я ещё не проверял. Дай посмотреть. На, держи. До чего жизнь дошла раньше? Кувшин был. Либо из стекла, либо из глины. Это кончарное было производство какое-то. Сейчас у нас кувшин из силикона. Нет, ну это именно для растопки шоколада. Носик даже есть, очень удобно. Давай дальше. О, а это в вафле делать. Это в клеточку печенья. У нас чуть больше было? У нас точно такая. Они, по-моему, идут универсального какого-то размера. Форма для духовки. У нас уже есть такая одна форма. Мы купили вторую для того, чтобы сразу, допустим, их 8 штук готовить. Чуть матовая здесь глянца. Лишний раз не тратить газ. То есть можно купить две такие формы. У нас просто одна уже есть. Мы пользовались. Ставить в духовку и выпекать сразу 8 этих бельгийских вафель. А это уже не для вафель. Это просто силиконовая подкладка, можно так сказать, для духовки. То есть её просто вот так вот кладёшь её на противень, сверху кладёшь какую-нибудь курочку, либо мяско, и жир будет аккуратненько стекать в, так сказать, вот эти вот ложбиночки, вытекать на противень и не будет прилипать это всё дело в духовке. Она как одноразовая, её после потребления выбрасываете или отмываете? Нет, это многоразовая. Это многоразовая силиконовая. Силикон, она отмывается, и никаких проблем с ним не будет, в принципе. А на эту сторону, а может на эту? Нет, именно вот у пирамид каменоверх кладётся. Договорились? Вот так вот. Потому что так будет просто здесь собираться жир, и оно опять же всё прилипнет вот к этим частям. Значит, к нашим тефтелькам-фрикаделькам добавится ещё еда из мяса. Это какое-то кидалово. Эдвард, руки нужны. Слушай, а почему только на одной перчатке есть когти? Я ведь хочу быть полноценной росомахой. Ну, потому что только правой рукой рассчитано храбрить. Никто не думает, что ты левша. Вау. Слушай, классная штука. Всё, ты теперь счастливая панда, у тебя есть ногти? Я теперь Фредди, мать его, Крюгер. Потрогай, какие они жёсткие. Безусловенные перчатки. Они, не, ну да, они безразмерные, на любую руку подойдут. А ну, попробуй правую нацепить. Ну, просто прикалывают, что она на клею каком-то висит. Когти-кухти? Когти-кухти? Ну, всё удобно, да. Ну, годнота. А я не помню, что... А, всё, я вспомнил. Маленькие розовенькие пакетики. Это два маленьких розовеньких пакетика. И это не просто пакетики, это пакетики для упаковки вещей вакуумные. У нас уже есть подобные. Это для путешествий пакеты. У нас есть пакеты с клапаном, которые можно с помощью пылесоса ужать. Для определённых, так сказать, размеров. А это пакеты, которые сжимаются просто за счёт скручивания. Вы кладёте в них вещи, а потом таким вот образом вещи сдавливаете, скручиваете. Воздух лишний выходит и закрываете. Тут такой зиплок стандартный. Вот, вы можете увидеть здесь. И лишний воздух выходит, и за счёт того, что вещи сжимаются, нету... Экономится пространство. Собственно, как-то так получается. Это именно штука для путешествий. Кстати, подобные пакеты я уже покупал, но... Я же говорю, именно вакуумные. Они прикольные. Для экономии места. Мы несколько одеял просто сложили. Давай следующий товар, пока я рассказываю. Несколько одеял сложили в пакетик, они сжались. И просто... Экономия огромное место вышла. У нас раньше одно пуховое одеяло занимало пол шкафа. Ну, пол тумбы, по крайней мере, да, ящика. А мы туда сложили, наверное, три таких одеяла. Даже больше, наверное. Этот милый крабик напяливается на кран. Если кран короткий, например, такая модификация прикольная. Я покупал на работу, потому что у нас очень коротенький кран. И я надеюсь, что её не украдут. Поэтому я купил именно розовый. Думаю, в морском туалете розового краба никто не украдёт. А вот синего или зелёного стырили бы по-любому. А розового, я думаю, в морском туалете никто не тронет. Потому что этот кран уже задолбал. Прикольная штука. Пластиковая. Вообще, это для детей. Это такой милый крабик, чтобы... Чтобы им было легче дотягиваться. Ну да, чтобы было легче мыть ручки. Всё элементарно. Просто это специальная штука, чтобы носить пакеты. Чтобы не резать пакетами руку. Только не пластиковая, а мягкая. Да, она силиконовая, она мягкая. И очень удобно пакеты из магазина носить тяжёлые. Допустим. Но мне казалось, что я заказывал их две. Почему-то я больше не могу их найти. Странно довольно-таки. Это специальные формы фиксатора для тапок. Вообще, эта штука крепится на стену. Такая форма получается изогнута. Её можно прицепить на шкаф, куда-нибудь приклеить. И скидывать сюда тапки. То есть так вот ставятся тапки два. А эта штука приклеивается на стену. Ну, посмотри, какой тут изгиб этого пластика. Он, видимо, при транспортировке капитально помялся. Снимался? Да, очень сильно помялся. И прицепить. Шкаф, что он куда-нибудь приклеится? Да, есть у меня тоже такое сомнение. Но в любом случае можно будет попробовать и проверить. А что это у нас за прелесть такое? Это леечка на обычную бутылку цветы поливать. Стандартная резьба. То есть деваж на обычную? Подходит для обычной бутылки. Да, леечка получается. Можно открыть. Поливать, чтобы не из горла прямо лить, вся красивенькая штука, так сказать. Но если какие-то маленькие цветочки, маленькие горшочки, то с такого носика поливать удобнее. Но это есть какие-то побольше цветочки. Мне кажется, она будет проливаться по краям. Ну, милота. Это леотская вещь. А, это резать картофель. Боже ты мой. Она же тупенькая. Она не тупенькая, она очень-очень странная и золая. Вот так как будто она... Как деформированная. Деформированная, да. Ну что ж ты хочешь? Штука резать картофель и другие овощи. Ну, рифлёные, да, получается? Судя по всему, да. Да. Ну, можно рельефно, можно рифлёно. Ну, как правильно сказать? Резать картофель на чипсы, напустим, или на жарку. Ещё какое-то приспособление невероятное. Воронка. А-а-а. Чё тут невероятного? Маленькая складная воронка. Удобно хранить, удобно мыть, занимает минимум места и торчит силикон. Ну, по сути, да, хранить удобно. Мыть не пос... Мыть, посмотрим. Зато удобно хранить, точно. Да, одноразовые пакетики, накладки на универтасы. Их тут вообще, по идее, должно быть больше. Их тут не два, их тут, по-моему, в каждой пачке по 10 штук. Это одноразовые салфетки для унитаза. Это, опять же, для путешествия. Это бумажные салфетки, грубо говоря. Специальные, которые выполнены под форму ободка унитаза. Давайте одну мы покажем, как это всё дело выглядит. Для брезгливых людей. Кстати, это вообще не для брезгливых, для всех, по-моему, с точки зрения гигиены. И в общественных местах просто такая хрень должна где-то в сумке валяться. Обычная салфетка, которая стелется на унитаз сверху. Свеч, которая должна быть, по идее, в НССР. Где должна быть? В НССР. Косметичка. Следующий товар – это специальные устройства для того, чтобы запаивать пакеты. Здесь используются две батарейки, если не ошибаюсь, две пальчиковые батарейки. Включения нет. То есть батарейки поставил, оно нагрелось, запаял. Нет, оно запаивается при контакте, насколько я знаю. То есть ты когда сжимаешь, ну сейчас проверим. Давай установим батарейки для начала. Это для безопасности, чтобы, ну, как предохранитель, грубо говоря, от ложных срабатываний. Такая элементарная вещь. Ни диодика, ни выключателя. Зачем выключатель, еще раз спрашиваю. Если это, вот есть предохранитель, оно автоматически срабатывает нагрев. Что-то у тебя получается. Ну вот, да, видишь, появился шов у нас. Вот здесь вот. Ты же пропаялась. То есть по такому принципу оно дело и запаивает. Объемный пакетик. Это пакет для обуви, для спирки обуви. Специальный мягкий пакет, чтобы вы в стиральной машине могли постирать кеды или кроссовки. Обычный пакет для того, чтобы обувь не сильно билась об барабан. Тут специальные поролоновые подкладки со всех сторон. И снизу, и сверху вот вставки. И прямо в этой штуке можно вывешивать, по идее, обувь сушиться на крючки. Если есть какие-то крючки. Удобно. Силиконовая форма для того, чтобы делать рюмки из-за льда. Такие ледяные рюмки. Потом их как-то выдавить, наверное, можно будет. Меня, честно говоря, смущает в этой форме ее плотность. То есть я не уверен, что потом из нее можно будет как-то вытрусить. Хотя можно, знаешь, как сделать? Можно теоретически заморозить, сделать стаканы. А потом они подтают чуточку. Потом они чуточку подтают. Или кинуть в микроволновку буквально на 10 секунд. И вытащить 2 стакана. И все. Со льда. Нормально. Вот. Но если вас такой вариант не устраивает, у нас есть еще один интересный. Это, кстати, аксессуар. Значит, тоже камни для льда. Если зачем рюмки для льда, когда можно прям использовать камни для льда. Для виски. Их тоже замораживаешь. Их просто, да. Их просто нужно хранить в морозильной камере. Эти камни остывают. А потом вы кидаете их в алкоголь. Они, кстати, очень удобны тем, что они не разбавляют напиток. Они просто охлаждают. Ну, в некоторых случаях как раз льда используется для постепенного разбавления напитка. Ну, на любителя. Пыли вроде никакой особо нет от них. Мне просто интересно, насколько они качественные. Просто, честно говоря, не особо хочется пить алкоголь с каким-то порошком от каких-то непонятных камней с одной стороны. Такие вот сегодня были у нас товары. Если вам понравилось видео, то подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И обязательно пишите в комментариях, какой товар из всех, которые мы сегодня с вами посмотрели, вам понравился больше всего. Спасибо за просмотр и всем пока!